Урок второй. Задача первая. Найдите значение алгебраического выражения. Если известно, значение А и значение В. Вот такое алгебраическое выражение, которое представлено в виде суммы, где первое слагаемое – это произведение. Первый множитель – число, второй – буква А. Второе слагаемое в виде произведения – числовой множитель 0,8 и буквенный множитель В. Известно значение А и значение В. Следует записать. Если А принимает значение 20, В принимает значение минус 2, то подставляем в данное выражение вместо А – 20, а вместо В – минус 2. Теперь давайте найдем значение вот этого числового выражения. Перемножаются положительные числа. Значение произведения – 9,2. Здесь перемножаются числа с разными знаками. Первый множитель – число положительное, второе число – отрицательное. Значение произведения – отрицательное число – минус 1,6. Прибавить отрицательное число – все равно, что отнять положительное. И получится 7,6. Задача вторая. Найдите значение алгебраического выражения, если известно значение Н и значение М. Если Н принимает значение 0,125, М принимает значение минус 2,6, то подставляем в алгебраическое выражение вместо Н – 0,125, а вместо М – минус 2,6. А теперь находим значение данного числового выражения. Если 4 умножить на 0,125, получится 0,5. Давайте найдем значение вот этого выражения в скобках. Складываются числа с разными знаками. Это число положительное, это отрицательное. Надо найти разность модулей. И перед значением этой разности поставить минус, потому что у отрицательного числа модуль больше. Значит, в скобках будет минус 2,1. Если минус 2,1 умножить на 0,5, то получится минус 1,05. Отнять отрицательное число все равно, что прибавить положительное. Ответ – 7,05. Задача третья. Запишите 35% от разности половины произведения чисел А и 8 и утроенного частного чисел 3 и В. Найдите значение алгебраического выражения, если А – 4, В – минус 1,5. Сначала надо записать вот это выражение. 35%, то есть надо найти 0,35 от разности. Процент – это сотая часть. 35% – это 0,35. Половина произведения чисел А и 8. А это утроенное частное чисел 3 и В. Давайте немножко упростим это выражение. А можно сразу подставить значения А и В. Тогда получится числовое выражение. Значение этого произведения 16. Здесь получится минус 2. Если минус 2 умножить на 3, будет минус 6. Отнять минус 6 – это все равно, что прибавить 6. В скобках 22, а затем надо умножить на 35 сотых. И получится 7,7. Задача четвертая. Может ли при каком-либо значении m равняться 0 значение вот этого алгебраического выражения? Если m принимает значение 0, 7 умножить на 0 – 0. И тогда получится, что делимое равно 0. А делитель 0 плюс 1. Делитель равен 1. Если 0 разделить на 1, получится 0. Итак, значение данного выражения будет равно 0, если m равно 0. Задача пятая. Число содержит 6 сотен b десятков и c единиц. При каких значениях b и c данное число кратно 90? То есть число треузначное делится на 90. 90 – это произведение двух взаимно простых чисел. 9 умножить на 10. То есть должен одновременно выполняться признак делимости и на 9, и на 10. В каком случае число делится на 10? Когда оканчивается нулем. Значит, c равно нулю. В каком случае число делится на 9? Когда сумма цифр делится на 9. Значит, b – это 3. Тогда сумма цифр числа равна 9. 9 делится на 9. Значит, число 630 делится на 90. Итак, b – это 3, c – 0. Смель. 7. 7. 9. 10. 11. 12. 12. 15. Продолжение следует...